Любовь, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, что вы думаете про этот закон? Он, по сути, запрещает и вам, я так понимаю, баллотироваться в Государственную Думу, хотя у вас, об этом вы тоже говорили ранее, такие планы есть. Ну что значит говорила ранее? Я уже с осени прошлого года веду активную предвыборную кампанию как кандидата в депутаты Государственной Думы по Центральному административному округу города Москвы. У меня сотни человек волонтеров на избирательной кампании. Кампания идет в ежедневном режиме, и мы чувствуем отклик со стороны москвичей моего избирательного округа, и я вижу большую поддержку и желание людей выбрать новый депутат в Государственную Думу, а не того Николая Гончара, который уже там находится, ну, очень-очень много созывов. Что касается этого законопроекта, то да, его в соцсетях очень быстро окрестили закон против Соболь, и я действительно считаю, что я один из главных оппонентов Кремля, которые они боятся, и которые через этот закон они хотят отстранить от участия выборов. То есть в 19-м году меня не пускали на выборы по подписи, якобы подписи реальных людей были признаны поделкой, да, и они меня и по этому поводу не пустили. Сейчас они даже, видимо, не хотят меня допустить до этапа сбора подписей. То есть я думаю, что они меня хотят отстранить еще ранее, и поэтому придумывают вот эти истории с экстремистскими организациями. И надо сказать, что, конечно, демонстрация слабости Кремля. У меня нет никаких сомнений, что за этим пакетом законопроектов, которого сейчас обсуждали в эфире, стоит именно администрация президента. И это, конечно, демонстрация слабости партии власти, Единой России, у которой валятся рейтинги, потому что они боятся конкуренции. Они опять хотят решать за граждан, кто будет кандидатом депутата Государственной Думы. Не депутатом даже, да, а кандидатом депутата, кто попадет в бюллетень. Вот они не хотят, чтобы граждане решали. И была демократия, да, и право государства, как положено по Конституции. Они хотят сами определять список лиц, с которыми они будут конкурировать, которых они не боятся. И, конечно, это положение очень печальное. То есть, по сути, люди становятся такими, не помню, Навальный говорил, да, люди второго сорта. Вот примерно так относятся к его изъявлениям избирателей и граждан нашей страны. И кто вносит эти законопроекты, очень важно, да? Алексей Чепа. Алексей Чепа, который не задекларировал свои счета за границей, недвижимость в Майами. И когда его об этом спросили, приперли к стенке, он сказал, ну, я забыл. И вот Исаев, который обещал не повышать пенсионный возраст, а потом проголосовал за законопроект о повышении пенсионного возраста. Вот примерно такой сорт людей. И видно, что его вносил не Володин, да, потому что не хочет он каким-то образом себе еще рейтинг снижать перед выбором Госдумы. А вот выставили таких очень одиозных депутатов для того, чтобы им пусть вот они там еще раз постараются перед тем, как им одобрит Кремль пойти на новый срок. Пытались признать нас иностранными агентами, да? Сколько законопроектов было принято уже репрессивных? И пытались и клеймо на висе иностранного агента. И туда, и сюда. И понял, что даже вот с такими, вот они палки в колеса нам оставляют, и даже все равно с этими палками в колеса мы все равно этих единороссов обязательно обыграем на выборах. Они этого очень сильно боятся. Вот поэтому все эти законопроекты оттуда и идут. От их страха, от их паники. Что касается, я юрист, и я читала многократно Конституцию Российской Федерации, в отличие, видимо, от действующих депутатов, единороссов. И я знаю, что есть статья 97 Конституция Российской Федерации, которая говорит, собственно, кто именно может быть депутатом Государственной Думы. Это граждане, достигшие 21 года, граждане России, не имеющие там иностранного гражданства и так далее. Перечень закрытый и достаточно небольшой. И там нет никаких вот этих историй про экстремистскую организацию, какие-то связи, а как он связан, а сделал он репост, или он там какой-то, не знаю, 100 рублей когда-то от организации, признанной экстремистской, получил. Ничего там нету. Есть 97 статья Конституции, и вот поэтому, если этот законопроект будет принят, законопроект, который в соцсетях говорят, законопроект против Любови Соболь, я естественным образом буду обжаловать этот закон, принятый уже в Конституционный суд, и буду добиваться того, чтобы он был признан неконституционным. Потому что этот законопроект, конечно, ну, то есть нарушает все, что можно нарушить, и, конечно, я считаю, что он очень вредный, и что сами избиратели должны решать, кто будет депутатом следующего созыва Государственной Думы. Не единороссы, не администрация президента, а избиратели. Не надо за них куда-то лезть там и все это решать. Любовь, вот вы говорите, что это закон против Любови Соболь, против вас. А скажите, пожалуйста, тем не менее, да, в этом законопроекте, прошу прощения, содержится очень такая размытая формулировка, такая расширительная, о том, что она может коснуться, он может коснуться неограниченный практически круг лиц, людей, которые так или иначе участвовали в деятельности организации, признанной впоследствии экстремистской. А вы оценивали, сколько человек, сколько людей, кроме вас, может затронуть этот законопроект? Вот Волков, Леонид Волков вчера называл цифру где-то в 200 тысяч человек. Это трудно оценить. Действительно, формулировка очень размытая, последствия очень тяжелые, да, то есть, и то же самое с уголовной ответственностью за участие вот в этом экстремистском сообществе и прочее. Последствия очень тяжелые, и уголовная ответственность, и административная ответственность, и включение в список экстремистов и террористов, и блокировка счетов и так далее. А вот сама норма очень размытая, поэтому кто туда будет включаться? Я думаю, что это решение будет приниматься 7-минутно. Я думаю, что, естественно, первые по списку, там, ради чего, ради кого это законопроект принимается, это я, это бывшие координаторы штабов Навального в регионах, потому что сейчас все штабов у Навального распущены, да, и что говорил публично Леонид Волков. Думаю, что люди, которые в личном, уже персональном качестве будут сейчас являться такими яркими политиками в регионах, их тоже не хотят допускать до выборов. Единая Россия очень боится потерять каждый одномандатный округ, потому что, ну, люди настроены очень скептически к этой партии. И я думаю, что оценить точно количество невозможно. Я думаю, что сейчас люди, которые вносят законопроект, они сами не понимают, и все, возможно, пойдет в кризис и в поиск. Они, возможно, их принимают для списка там из 10-15 человек, а потом там, не знаю, он будет еще больше, да, то есть неизвестно, невозможно оценить. Ну вот. И нельзя, конечно, такой законопроект принимать. Ну нельзя. То есть если ты не знаешь, как он будет применяться, как четко, да, вот по каждому пунктику, как он будет действовать, ну нельзя вот так вот норму писать, а потом как-то там вот практика, мы его подкрутим. Нет, нельзя. Очень серьезные последствия. И, конечно, сейчас должна быть широкая общественная дискуссия. И, конечно, я считаю, что должна быть дана оценка этому законопроекту и закону, не дай бог, он будет принят Конституционным судом Российской Федерации. Любовь, мы вот сегодня ранее поговорили с одним из авторов этого законопроекта, депутатом Николаем Рыжаком. Послушайте с нами его, вот что он сказал. Интересно ваше мнение. Реакция. нашей истории, нашего мировоззрения. И в прицеле, как раз в сердцевину они бьют, это молодежь. Мы получаем многочисленные факты, когда вот нашу неокрепшую молодежь организует им тренинги, лагеря, привлекают их с помощью наркотиков. Предлагают вот как раз члены вот этих неправительственных организаций, зарубежные пропагандистские центры, всякие медузы, всякие другие средства массовой информации. Ну видите, Любовь, вы говорите о том, что это закон против вас, а Николай Иванович говорит против всяких медуз. А я не помню, что Багалина Тимченко объявляла об участии в выборе Государственной Думы, если честно, или Колпаков. Ну что я могу сказать, да? То есть почему-то Рыжак считает себя умнее избирателя. Почему-то он считает, что вот Рыжак в единоличном в самом качестве, да, или там с небольшой группой депутатов. Имеет право определять, кто... Там от разных фракций ведь депутаты. И справедливая Россия, и единая Россия. Да, они туда по одному запихнули от каждой фракции, да, и там несколько единороссов находится. Поэтому я и делаю вывод, что за этим законопроектом может стоять только администрация президента. Ушки ее торчат. Опять же, не нужно, да, Рыжаку считать, что он умнее каждого избирателя. Пусть избиратель сам решает. Плохой это человек или хороший. Достоин быть депутатом Государственной Думы или нет. Выборы на то и существуют. Не чтобы Рыжак определял, кто будет с ним вместе в соседнем кресле сидеть. А чтобы избиратели это решали. Допускайте на выборах всех популярных кандидатов. Пусть там будут и представители Единой России, и коммунисты, ЛДПР, партийные, беспартийные. Пусть все популярные кандидаты там будут представлены. Любовь, а вы сразу будете пытаться проводить кампанию? Я буду ее вести, конечно. Я ее вела активно уже последние полгода, даже больше. И сейчас продолжаю ее вести активно. Спасибо большое всем зрителям, кто помогает мне и финансово, и организационно. И, конечно же, я, опять же, если законопроект будет принят и он будет уже законом, то я его буду обжаловать и пытаться признать его неконституционным, и все равно буду продолжать вести свою избирательную кампанию. Я понимаю, что сейчас очень много законопроектов, которые принимаются, которые сделаны, там, то же самое иностранные агенты и так далее. Вот вы благодарите тех, кто вам помогает. А разве эти люди сами не оказываются под ударом? Сейчас, когда ФБК уже признан иностранным агентом, по всей видимости, не за горами решения об экстремистской организации, ну и эти люди тоже могут каким-то образом пострадать? Или нет? Ну, знаете, так-то пострадать... Ну, во-первых, мы уже так, граждане России, максимальным образом страдаем. Я считаю, что мы теряем лучшие годы. Наши... Ну, просто вот, не знаю, экономический спад. Да, никакой нормальной социальной политики нет. Здравоохранение загибается. Производства никакого нет. Образование там, да, все мы видим, что даже происходит с высшей школой экономики. Все не только не стагнирует, а все падает. И ткатится только вниз. Поэтому мы уже все страдаем от вот этого путинского беззакония. Что касается под ударом, то мы же понимаем, что был бы человек, и статья найдется. Вот за твит уже дают реальный срок. За клип Рамштайна дают реальный срок. За репост, за, там, не знаю, за лайк, еще что-то. Потом, по-моему, отузно, да, уже там у нас список экстремистов и террористов ходило там за твит, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть понятно, что сейчас под ударом не только даже люди, которые активно занимаются политикой, а каждый человек, он не может рассчитывать на независимый, справедливый суд. Что говорить об оппозиции? Вон, не знаю, Улюкаев, Абызов, там, люди, которые совсем недавно сидели в министерских кабинетах, не могут рассчитывать на справедливое судебное разбирательство. Любовь, а скажите, пожалуйста, так. Что касается дата моей компании, то я не юрист фонда борьбы с коррупцией уже, да, я политик и юрист, но я сейчас не являюсь юристом фонда борьбы с коррупцией. Я веду в личном качестве свою избирательную компанию, пока фамилия Соболь не признана экстремистской. Любовь, но все-таки, а что теперь? Вот теперь что, только умное голосование? К чему вы будете, вот помимо там, своей, продолжения своей кампании призывать? За кого голосовать? Очень, очень, более мерных, законных способов поменять нашу страну к лучшему, да, сделать так, чтобы у нас действительно не только на бумаге, не только в Конституции было написано, но действительно было правовое государство. Возможностей очень, каждый день все меньше и меньше, да, то есть вот раньше там митинги где-то одобряли, разрешали и никого не избивали, а сейчас провести митинг, каждый митинг буквально объявляется несанкционированным, практически каждый митинг там людей избивают, куда-то задерживают массово причем, и поле сужается этих возможностей, рычагов какого-то, не знаю, там, возможности обратной связи, скажем так, даже с властью. И мы будем по-прежнему использовать все возможные мирные способы борьбы за свои права. И мы понимаем, что суды, как у нас выносят решение, но мы все равно обращаемся в суды, мы понимаем все прекрасно про фальсификации и допуски на выборы, но мы все равно продолжаем в них участвовать. И да, есть стратегия умного голосования, это протестная стратегия, которая, собственно, и выработана была Навальным и нашей командой для того, чтобы все равно разрушить монополию Единой России даже в условиях недопуска популярных, независимых оппозиционных политиков. Поэтому да, умная стратегия умного голосования в любом случае остается, она будет в любом случае действовать на выборы Государственного Дума. Спасибо, я благодарю вас. Это была Любовь Соболь, политик. И мы говорили про тот закон, который, по словам самого, самой Любови, направлен против нее.